Красный готов и синий тоже готов. Именно в этом удостоверился Андрей Коварев. Рефери поединка начинается противостояние в тяжелой весовой категории в синих шортах. Антон Винников, красных султан Муртазалиев. Действительно, битва гигантов. На 9 сантиметров Антон выше. Сочи султан на 5 килограммов тяжелее. Хороший джеб снизу пробил Винников. И сразу проход в ноги свалил, буквально на настил султан Муртазалиева соперника. Пытается освободить левую руку. То, что будет ставка на борьбу у султана Муртазалиева, можно было предположить еще до начала этой встречи. Хотя, с другой стороны, большинство досрочных побед, опять же, отметим, Антон одержал именно в борьбе. Но то же самое можно сказать и о султане. Ищет рычаг локтя сейчас бойцы из Воронежа. Не получилось. Поднимается на ноги Муртазалиев. Гард закрыт. Нагружает султан соперника. Ищет варианты для того, чтобы вывести корпус из-под оппонента Антон Винников. А султан, в свою очередь, ищет момент для акцентированного попадания в голову. Пока с защитой все в порядке у Антона. И обходит постепенно оборону уже в диагонали. Оказался Муртазалиев. Улучшает позицию. Возьмет под удушающий прием через руку. Отсюда. Султан Муртазалиев. Сейчас узнаем. Да, пытается встать Антон Винников. И получается, у него это сделается. Правда, не отпускает соперника Муртазалиев. Вновь пытается затянуть на шее Антона удушающий захват. В опасном положении оказался Винников. Колено в голову. Ни в коем случае бить здесь нельзя. Пошел, пошел, пошел. Ну что там нет? Положение партера еще нельзя бить. И прекрасно чувствует это Муртазалиев. Как только рука правой оторвется, сразу же последует удар коленом. Принимает решение стянуть соперника на настел. Муртазалиев. Взял, 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 оборону. Вверху там. Ничего не опоздаю. Полови на раму. Попадает снизу Муртазалиев. Но поднимается спортсмен и разрывается дистанция. Встретил сейчас жестко Султан соперника. Понимает Антон, что необходимо отыгрывать преимущество, которое получил Султан в первой половине раунда. О, какой лоу-кик мощный. Буквально выбил из-под Антона Винникова ногу Султан Муртазалиев и вновь переходит к борьбе. Сетку держать нельзя. И именно этот момент очень сильно помог Антону стоять на ногах. Еще одна попытка сейчас будет. Скорее всего, в правую от Султана сторону. Нет. Вперед свалил. Забирает спину, заправляет ногу. И, возможно, перейдет к удушающему приему. Серьезное преимущество на настиле у бойца в красных шортах. Слушает бедро. И поднимается Антон. Чуть больше минуты до окончания первого раунда. Замедлился Винников. Левым боковым зацепил его Муртазалиев сейчас. И вновь идет вперед Антон. Попадается на трейкдаун навстречу, но пытается провести удушающий прием. Едва не получилось. Очень опасный момент был. Получается у нас довольно быстрый бой в тяжелом весе. Да, очень насыщенный первый раунд. Много было опасных эпизодов. И подустали соперники. Руки опущены постоянно у Антона. Да и у Султана тоже. С одной стороны уже нет мощи такой, что была в начале боя в ударах. С другой стороны уже и реакция не та. Вновь попытался на гильотину прихватить Султана Антон. Упал в итоге на спину. И вновь преимущество Муртазалиева. Сейчас есть возможность выйти в полный маунт. Одно движение ногой. Да. 20 секунд. Вот сейчас необходимо включаться Муртазалиеву. Для того, чтобы все завершить уже в первом раунде. Но времени может не хватить. Последние 10 секунд. И здесь уже... Да, лишь безамплитудные удары выбрасывает Султан Муртазалиев. Видим сейчас второй раунд через минуту. Антон. Трессингует Антон. Да, Антон Винников в первом раунде борьбу проиграл. Борьбу именно в прямом смысле. Так-то у нас еще поединок продолжается. И есть шансы у обоих спортсменов. Джек навстречу Султана. Зацепил. Опасаются друг друга бойцы. Размашистый крюк слева. Вот Султана здесь еще и в челюсть зацепил. И борьбу. Да, отшвырнул от себя последний момент Антон Винников соперника. Не получилось плотный захват взять под одну ногу у Султана Муртазалиева. Попал сейчас хорошо Антон на подшаге. И лоу-кик мощный. Вновь здесь немного сбит прицел был у Винникова. Сейчас хорошая возможность для перехода в борьбу была, но вовремя почувствовал это Антон. Сместился от сетки. Гонят буквально секунданта вперед Антона. И вновь хороший эпизод. Вторым номером сработал Винников. Двойку навстречу выбросил. Султана откровенно ищет варианты для прохода под одну ногу. Но очень сложно это сделать, когда соперник ждет именно такого варианта развития событий. Вот сейчас вновь Винников пытался прихватить Муртазалиева за шею. И давно не было лоу-киков, которые в первом раунде серьезно помогали Султану. До борьбы пока что дело не доходит. И Султану необходимо разнообразить свои действия. Потому что то, что получалось в первом раунде, сейчас уже не проходит. Плюс еще сил гораздо меньше. Лоу-кик по внутренней стороне, но не стал на него как следует вкладываться. Муртазалиев. Задышали спортсмены. Догонят вперед по-прежнему секунданты Антона, но Винников не торопится. Темп упал просто критически. Во втором раунде очень осторожно действуют соперники. Левый боковой подключает Муртазалиева. И аккуратно пошел вперед Винников. Тут же отвечает Султан. О, какое попадание через руку. Отбрасывает этот удар Антона. Сетки вновь идет вперед Муртазалиева. Размен на средней дистанции. За две минуты до конца второго раунда. А секунданты Антона не останавливаются ни на секунду. Постоянно идет такая мотивационная накачка. Через руку справа попадает Винников. И сам идет в борьбу. Под одну ногу прихватил Муртазалиева. Оказывается за спиной у соперника. Мы знаем, что Антон так же, как и Султан, прекрасно борется. И так же, как и Султан, большинство досрочных побед одержал именно приемами. Но, как правило, в первом раунде. Но у Султана та же самая история. Семи побед шесть в первом раунде. И одна во втором. Менее полутора минут до конца уже второго отрезка. Так что сейчас ситуация неприятная и непривычная для обоих. Не любят они доводить дело до решения. Не любят даже доводить до второго раунда. Но если в первом отрезке Султан был, очень близок к досрочной победе, то сейчас лучше выглядит Антон. Пытается развернуться лицом к сопернику Султан, но не дает ему это сделать Антон Винников. Помогают воронежскому бойцу. Его длинные руки здесь. Воронежскому бойцу. 199 сантиметров рост у этого спортсмена. Чуть меньше, чем у Александра Волкова. Затяжная атака справа. И по корпусу пробивает их в голову. Все печально уже складывается для Марта Залеева. Да, ему необходимо срочно выбираться из этого положения. Оно очень плохое. Он пропускает удары. И все то преимущество, если оно было даже в начале второго раунда, сейчас он теряет. Потому что некоторые эпизоды очень хорошо провел в стойке Султан Муртазалиев. Андрей Ковалев там интересовался, все ли с ним в порядке. Вот сейчас мы видим даже, как жестикулирует секундант Султана. Требует от него уходить из этого положения. Но последние секунды второго раунда. И ждем начала третьего отрезка. 1-1 победим. Fight Night's Go был 94. Уступил он решением Хасану и Софи. Третий раунд, который имеет все основания на то, чтобы стать решающим. Хороший правый прямой в исполнении Антона. Осторожное начало. По-другому, наверное, и быть не могло. Пока что не идет борьбу. Муртазалиев требует от него секундант, чтобы держал руки выше. Джебом эффективно пользуется Антон. Право через руку от Султана навстречу. Уже не первый раз в этом поединке. Здесь еще и джеб левый уже неплохой от Муртазалиева. И именно Антон на джебе как раз может держать соперника. И Султана практически перестал пользоваться своим правым лоу-киком, который несколько раз в замешательство приводил Антона в первом раунде. Заставлял его терять равновесие. И вот сейчас прихват под одну ногу. Не получился перевод у Муртазалиева. Своевременно пробил свой лоу-кик Антон. Да, возможно до первой ошибки сейчас идет этот первый раунд. Третий раунд. Третий раунд, да. У кого получится тейкдаун, тот весьма вероятно уже и продержится в атакующем положении в борьбе до конца боя. Но по-прежнему бойцы на ногах. И вот сейчас... Есть тейкдаун. Идет вперед Султан Мартазалиев. Пытается набросить треугольник. И отработает Стивени Стефанов струя Антон Винников, но не получается. Похоже. И сейчас постарается освободить руку Муртазалиев. Мордой бить коленом. Да, оба очень устали. И сейчас Антону будет очень тяжело выйти из этого положения. Он блокирует ногами левую руку Султана. Тот не спешит ее, освобождается. И вот сейчас у Антона будет шанс выбраться из этой позиции. Активно он работает ногами. В итоге Муртазалиев оказывается в гарде. Набрасывает удары снизу Антон. Но улучшил позицию воронежский боец. Гард открыт. И здесь сейчас старается атаковать Муртазалиев. Пытается вывести корпус и создать предпосылки для треугольника Антон Винников. Еще половина времени есть в этом раунде. На заднем плане на иностранном языке работает наш коллега Роман Мазуров. Прижимает. Ну что ж, контроль считается сейчас Султану. Да, вот этот эпизод, то, что Султану удался тейкдаун, конечно, для него и для его болельщиков это прекрасно. Но зрелищность и бой потерял. Потому что все-таки в стойке было более насыщенным это противостояние. Сейчас минимум действий выполняет Султан. И Андрей Ковалев, рефери, поединка подбадривает спортсменов. Призывая их к активности. Приближается последняя минута боя. Очень устал Муртазалиев. Пропускает огромное количество ударов снизу. Действительно активнее Винников на настиле. Да, и Султану необходимо сейчас что-то предпринимать за последнюю минуту. Потому что то, что происходит, очень нехорошо для бойца, представляющего клуб «Крепость». Активнее действительно Антон. Судя по всему, удалось ему прийти в себя, передохнуть в положении на спине. Пытается он набросить треугольник. Или, возможно, выйти на рычаг. Нет, на боевой прием здесь 25-летний боец, представляющий зал Арина Дон, не выходит. А вот это плохое положение для Антона. Да, Султан очень устал, но ему надо бить. Надо превозмогать усталость. В концовке Антон делает все, что может. Обороняется. И делает это очень активно, действительно. Если бы не оборонительная позиция, то можно было бы отдать ему преимущество до последней полторы минуты. Нет силы у Султана для того, чтобы полноценно взять оппонента на распятие. Да, просто короткими рывками наносит он удары. И фуллмаунт выходит на последних секундах. Все-таки вырвался в эту позицию Султан. И сейчас жизненно необходимо, уверенно... Нет, все-таки заканчивается бой. Ну что ж, бой фаворитов. Но у Султана Муртузалиева была гораздо более серьезная позиция. Единогласным решением судей победу одержал боец из... Красного на Султан! Единогласным решением судей победа достается Султану Муртузалиеву. Тяжелейшая победа! Султан! Господа! Султан! Продолжение следует...